Хотя причины в целом понятны, явно пытались сделать праздничное поздравление, но что-то пошло не так. Схожий мотив у зачинщиков скандала в Удмуртии, которым сейчас занимается местная прокуратура. Дело серьезное, публичная демонстрация нацистской символики, да еще и во время детского представления в Ижевском цирке. Что это было, сейчас покажут и объяснит Анастасия Иванова. Анастасия, добрый вечер. Ну и кто же в цирке эту свастику носил? Здравствуйте. Непосредственно артисты второго плана, но они запомнили зрителям больше всего. Мартышка крутит пируэты на бортике арены, козы послушно бегают на задних копытках, раздаются абазы. И все бы ничего, но даже далеко не самый пытливый зритель обнаружит символы нацистской символики на накидке у порнокопытных. А обезьяна покорно бегает в форме эсэс. Цирковое искусство – это в первую очередь зрелищность. И мы не видим ничего удивительного в том, что в своих представлениях мы используем образы порой ироничные, а порой и гротескные. Использовали нацистскую символику не в целях пропаганды, а как художественное творчество. И все это в рамках архиерейской елки в Ижевске. На шоу показывали, как празднуют Рождество в разное время. Небезон с обезьянами и козами, 1942 год. Именно тогда, 7 января, произошел перелом битвы за Москву. А по итогу представления оказался перелом мнений. Одни зрители считают, что такой исторический экскурс в развлекательной форме воспринимается детьми лучше. Другие родители категорически против и уверены, что для ликбеза о Великой Отечественной войне достаточно учебников и походов в музей. Вырывая здесь какую-то фразу или какое-то изображение из всего контекста, вырвать нельзя. Нужно полностью смотреть вот этот эпизод. Вот тогда будет все понятно. Представление было рассчитано не только для детей, для взрослых много было. Поэтому так кратко и емко было. Очень много рождественских песнопений звучало. О самом событии рассказывал мультипубликационный фильм. И также присутствовал блок, такой цирковой блок. Получается, на одной арене уместились и истории, и религии, и цирковой шоу. Князей Удмуртской епархии по содержанию положились исключительно на режиссера. Я в этом всем вижу сатиру. Сатиру, которая высмеивает где-то даже в унизительной форме фашизм и все, что с ним связано. Потому что свастика нанесена на специфических животных. В 1943 году, в разгар войны, в цирке на Цветном бульваре, народный артист СССР, клоун Михаил Румянцев, он же карандаш, на постоянной основе показывал репризы, высмеивающие фашизм, и делал пародии на речь Гейбельса. Возмеивался и порицалась диалогия нацизма по задумке режиссера и на арене Ижевского цирка. В таком контексте использовать символику по закону не запрещено. Если же все-таки в сценарии не было это все прописано, и руководство цирка, администрация цирка просто решила продемонстрировать фашистскую символику, то, безусловно, после прокурорской проверки максимально, что им грозит, это развлечение к административной ответственности за пропаганду нацизской символике. Но, как на мой взгляд, пропаганды ее как таковой там не было. Зато сможет сработать ассоциативный образ. Это уже мнение зоозащитников. Есть риск, что для детей конкретно эти животные будут означать воплощение зла? Безусловно, у детей есть родители, они могут детям объяснить, что происходит на самом деле, что, в конце концов, животные тоже являются всего лишь цирковыми артистами. Но провоцировать это, мне кажется, не стоило бы в следующий раз при подготовке и режиссуре. А когда будет в следующий раз, не берутся сказаться и в удмуртском цирке. На сайте четко написано, ближайших мероприятий у них нет. Анастасия Иванова о цирке.